всем добрый день сегодня я бы хотела поговорить с вами об ухоженности и даже назвать это видео ухоженность или фанатизм разобраться что необходимо и важно в контексте ухоженности а что в общем то может быть и не столь важно хочу обозначить пять пунктов hot point я их назвала нашего тела то есть точек на которые бы я рекомендовала обращать внимание и по каждому пункту постараюсь поделиться какими-то лайфхаками может быть из своего опыта возможно эта информация будет вам полезной первый пункт это запах который может исходить из подмышек от немытого тела том числе и из полости рта и собственно за этим конечно надо следить потому что для того чтобы избежать запаха из подмышечных впадин существует антиперспиранты вы можете конечно там бояться не бояться каких-то ингредиентов которые дезодорантах читать про какие-то мифы на эту тему но собственно сейчас огромный выбор из солями алюминия и без них при такой патологии как гипергидроз то есть повышенное потоотделение чрезмерно повышенное то есть это уже заболевание используются методы коррекции уже у специалиста например ботулинотоксин но это когда уже совсем все плохо и гипергидроз это патология также удаление волос тоже влияет потому что меньше шансов что микробы будут там разлагаться застаиваться будет там пот и все прочее и в общем-то ухаживать за такой зоной проще поэтому это такой важный пункт и на него стоит обращать внимание с полостью рта все тоже достаточно просто существуют зубные нити спреи пенки очень хорошие примеру сплатовские пенки которые и детские с вкусным каким-то таким приятным и ароматом и привкусом можно использовать то есть в конце концов жвачку пожевать после еды чтобы не допустить плохого запаха изо рта ну естественно санировать полость рта на предмет того чтобы там не было кариозных зубов чтобы не было больных десен и рыхлых да где будет кусочки пищи застаиваться и разлагаться опять-таки вызывать этот неприятный запах второй пункт который бы я хотел обозначить это волосы как ни странно не кожа именно волосы они ухоженные грязные волосы они сразу какое-то вот такое впечатление создают неаккуратности неопрятности чистые волосы это уже половина дела если кожа сал вырабатывается в большом количестве на волосистой части головы то используйте бессульфатные шампуни которые не пересушивают кожу головы не пересушивает сам волос и можно их использовать каждый день если срочно потребовалось привести волосы в порядок и помыть их негде некогда то существуют сухие шампуни конечно их не нужно использовать постоянно но иногда можно вот я сама иной раз использую шампуни такие как батисты кларан вот мне нравится чуть меньше нравится киоко тоже такая распространенная марка там запахи более интенсивные я конечно люблю без запаха вот то есть как бы я буду рада если вы поделитесь своими комментариями своим опытом тоже какие может быть вам нравится да эта информация очень пригодится другим подписчикам и собственно возможно мне тоже то есть я буду рада если вы оставите комментариях какой-то такой вот полезные лайфхаки то есть может быть какие вам сухие шампуни или какие вам бессульфатные шампуни нравится третий пункт третий пункт это ногти кутикула наши руки первыми как говорится встречают удар агрессивные внешней среды мы сейчас пользуемся антисептиками даже если это не связано с профессиональной деятельностью носим перчатки и прочее и поэтому конечно ногти кутикула страдают поэтому их надо увлажнять питать делать какие-то процедурки дома взять то же самое обычное масло налить туда чуть-чуть сока лимона или капнуть пару капель какого-то другого цитрусового масла сделать теплую ванночку или на ночь нанести например какой-то крем для кутикулы или постоянно течение дня например использовать крема для кутикулы чтобы ухаживать за этой зоной и можно помимо всего прочего если уж прям совсем пересушенная кутикула если и кожа губ тоже пересушена есть такой лайфхак которым я уже делилась в каком-то видео это чистый ланолин чистый ланолин продается в аптеках это пурылан меделовский крем для кормящих матерей то есть это такое средство которое помогает им избежать трещин при кормлении и вот этот чистый ланолин он прекрасно восстанавливает очень сухую кожу четвертый пункт четвертый пункт это локти колени в некоторых случаях и пятки те участки кожи где у нас кожа очень грубая мы должны смягчать мы должны приводить в порядок как это сделать один лайфхак лично от меня относительно локтей мы конечно хотим чтобы локти были мягкие не пигментированы не темные и в общем ухоженные и для этого мы можем использовать легкие пилинги например на основе аха кислот или энзимов у нас есть энзимная пектиновая маска с папаиновой молочной кислотой которую мы используем для регулярного глубокого очищения кожи лица локти у нас не столь чувствительны как кожа лица поэтому мы можем спокойно нанести тонким слоем чуть-чуть этой маски на локотки на ночь и утром смыть и таким образом этот пилинг будет ночью действовать и в общем смягчать нашу кожу отшелушивать верхний слой роговой что касается колени ну понятно мы там какие-то средства для тела используем смягчающие кремы и в общем в принципе этого вполне достаточно а вот что касается пяток я даже два лайфхака хочу сказать поделиться ими которыми меня научила очень хороший мастер педикюра много-много лет назад первый лайфхак это для ежедневного ухода то есть для того чтобы не нарастала грубая кожа в области ступней мы берем вечером пилочку нашу которую мы обрабатываем кожу ступней наносим у нее чуть-чуть скраба допустим нашего энергии обновления у него там мелкий абразив такой приятный и обрабатываем кожу так мы можем поступать каждый день да и наносить потом какой-то крем а если нам нужно быстро восстановить кожу ступней именно пяток если допустим на следующий день нам очень надо надеть босоножки то мы используем другой лайфхак берем распариваем немножко ноги вечером после этого мы обрабатываем просушиваем полотенчиком, обрабатываем пилкой, может двумя пилками, сначала более грубым абразивом, потом полировочкой. И уже обработанные ступни мы оборачиваем пленкой после того, как мы нанесем на них какой-то жирный крем. То есть берем самый жирный крем, который есть, либо крем с мочевиной, либо крем-маску с 30% мочевиной, ну или что-то в этом роде, какой вам больше нравится, или крем-парафин. После этого берем пленочку, оборачиваем пятки, надеваем носочки, ложимся спать, и с утра у нас кожа будет идеальный вид иметь. У каждого, конечно, по-разному надолго ли это хватает, да, кому-то на пару дней, кому-то дольше, но эффект просто феноменальный. Вот, если у вас есть опять-таки свои какие-то лайфхаки на эту тему, буду очень рада, если вы поделитесь с другими подписчиками в комментариях. Пятый пункт, самый последний, это кожа. Вот видите, кожу я поставила на последнее место. С кожей сложнее всего, конечно, бывает проблемная кожа, бывают какие-то на коже недостатки, но для всех универсальным являются такие этапы ухода, как мягкое очищение, правильно подобранный уход, который соответствует типу кожи и ее состояния, и легкие регулярные отшелушивающие процедуры, например, легкие пилинги энзимные или с небольшим процентом ахокислот, которые мы делаем один-два раза в неделю, чтобы стимулировать обновление кожи, чтобы она выглядела более ухоженной, гладкой, чистой и не закупоривались поры. Кроме того, естественно, днем мы должны защищать кожу от солнца, и это может быть, например, средство с неплотным каким-то тонирующим покрытием, выравнивающим тон, и при этом содержать, например, SP-фактор. Собственно, вот этого вполне достаточно, чтобы кожа выглядела уже гораздо ухоженнее. Ну и плюс, конечно, аккуратная одежда и обувь – это тоже немаловажно, если вы хотите произвести хорошие первые впечатления. В общем, это все, наверное, что я хотела сказать по этой теме. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы уведомления о наших видео приходили к вам вовремя, и делитесь вашим опытом в комментариях. Буду рада видеть вас снова. Всего вам доброго!